Завтра губернатор области подпишет соглашение со Следственным комитетом. А вот относительно чего, об этом не только, расскажет моя коллега, выпускающая редактор Бюро новостей Довича, Анастасия Шерстнева. Настя, что там с соглашением? Завтра встречаются в час, это собственно губернаторы и представители Следственного управления, Следственного комитета, они будут, скажем так, подпишут соглашение о совместной деятельности. С чем она связана? С тем, что наверняка, наверное, все уже многие знают, что действует в нашей области Кировский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Апарина. Как раз какое конкретно будет взаимодействие, мы узнаем завтра. Хочу отметить, всего лишь бегло, кто не в курсе, с 1 сентября на базе кадетского класса лицея в Проснице был открыт как раз вот этот кадетский корпус. Он стал в Приволжском федеральном округе 6-м и в следующем году, вот по планам, если все пойдет так, как хотят создатели, в нем уже будут заниматься 200 кадетов, а в следующем, получается, в 2019-м уже будут обучаться 300 человек. Может, сотрудников себе присмотрит Следственный комитет? Может, да, как раз на перспективу работает. И также там планируют осуществлять серьезные дополнительные инвестиции благодаря этому проекту. Ну, посмотрим, смогут ли смогут. Завтра будет ясно, о чем договорятся. Хочу еще рассказать про то, что завтра будет семинар для собственников на тему обслуживания внутридомового газового оборудования. Эта тема очень актуальна, потому что у всех на слуху недавняя трагедия в Ижевске. И сейчас уже тоже говорят газовщики, что не у всех заключены договоры, и нужно бы уже озаботиться этим и побеспокоиться. Потому что если у тебя там есть договор, а у твоего соседа нет, то кто знает, что у него там на самом деле с этим оборудованием. Поэтому нужно быть внимательными, нужно, вот это для и старших по дому в том числе, поэтому вот как им, да, действовать со своими, скажем так, подопечными, теми собственниками, которые живут в доме, и как на них влиять. Потому что все мы знаем, что это платная процедура. И последний анонс последнего мероприятия. Настя, у нас время поджимает. Да, бегло. Скажу еще, что завтра пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв ДТП. Самое интересное, несколько будет мероприятий. Расскажу про волну памяти. У Драмтеатра пройдет с 10 до 10.30. Там в ходе акции волонтеры с плакатами и именами погибших в авариях зажгут свечи памяти, зачитают имена погибших и выпустят в небо воздушные шары бумажных ангелов. Такое достаточно, наверное, трогательное мероприятие. Завтра посмотрим, да. Спасибо, Настя, за информацию. Мы пока будем двигаться дальше.